Господи Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, прими выше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте, сегодня понедельник, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Второго Послания Святого Апостола Павла к Тимофею. Глава 2, стихи с 20 по 26 до конца главы. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. В Большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. Скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение корпуса посланий, так называемых пастырских, святого апостола Павла. И мы продолжаем с вами сегодня читать второе послание святого апостола Павла к Тимофею. Финальный отрывок второй главы, стихи с 20 по 26. Очень интересна фраза. Немножечко отвлечемся от своего послания и взглянем на отдельный стих. Сделаем то, что делать обычно не стоит. Время фразу из контекста. 26 стих говорит нам, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Здесь уместно поговорить вообще о зле, о том, что такое зло, и как его понимает христианство. Ведь есть разные религиозные, в том числе, подходы на понимание существования зла в мире. И многие из них, точнее, все они, тесно связаны именно с взглядом на Бога. Для многих не секрет, что есть разные вероучения, естественно, и у них разное понимание Бога. И даже эти вероучения по-разному называют Бога. И нельзя говорить, что вот это слово «Бог», которое является неким таким эвфемизмом в данном случае, имя-заменителем, оно одинаково понимается в этих религиях, и нельзя ставить между этими богами знак равенства, знак тождества. И есть разные взгляды на бытие Божие. Например, есть религиозная система учения, так как, например, пантеизм. Есть учение дуалистическое, где говорится о том, что есть два начала в этом мире. Это абсолютный Бог, это абсолютное добро, и есть темная сторона, это абсолютное зло какое-то. И вот они в борьбе, этот мир и существует. Да, как вспомним классическую немецкую философию, такое выражение борьбы о противоположности. Христианство говорит о другом, о том, что все благ и всемогущественен только один Бог. И зло, как некая субстанция, абсолютно отдельная от этого мира, отдельная от Бога, его не существует. Но есть, что такое зло в христианском понимании? Зло — это искажение намерений Божьих. Это искажение воли Божьей. И зачастую это связано именно с гордостью и своеволием человека. Не добудет воля твоя, а добудет воля моя. И с этого начинается отпадение от Бога, как его ангелов, так и последствий и человека. Поэтому зло — это не объективная реальность, а это субъективные проявления воли какого-либо существа, которое способно на осознанное проявление, не инстинктивное проявление, на разумное проявление воли, волевого решения, волевого акта. Так вот, зло, оно рождается в голове и реализуется посредством воли того, у кого это зло родилось внутри. Соответственно, дьявол улавливает нас в свою волю, то есть вкладывает нам те же самые стремления волевые, которые есть у него. Искушает нас, соблазняет, рождает грех в нашем уме. Сначала соблазн приходит, сначала образ греха, образ чего-то того, как нам кажется, нам хотелось бы, искажая замысел Бога, который есть о человеке и о том предмете, о котором мы соблазнились. Ведь именно воля человеческая делает нож орудием убийства, а не орудием приготовления пищи для голодающих. И так далее, и так далее. Примеров по такой налоге можно привести множество. Вот о чем хотелось сказать в контексте вот этого 26 стиха, отступая немножечко от нашего сегодняшнего текста. И сегодня апостол Павел говорит в 20 стихе о том, что в каждом доме есть разные сосуды. И в этом мире действительно есть разные люди, которые наполнены разной волей, доброй или злой. Но человек-христианин должен быть чист. И так, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в честь, освященным и благопотребным владыке. Авостол Павел довольно-таки часто применяет вот это сравнение человеческого естества с сосудом. И от нас, и в том числе от нашей воли, зависит, чем мы наполним этот сосуд. В Священном Писании есть очень много отсылок вот на такое понимание. Вспомните слова Господа нашего Иисуса Христа, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Так вот, к чему вы стремитесь? Таким сосудом вы и будете, золотым или глиняным. А глиняный сосуд в домах существовал для различных нечистот и испражнений. И здесь уместно вспомнить апостола Петра, который говорит, мы как псы возвращаемся на собственную блевотину, на собственный грех. Поэтому от нас зависит, от нашего волевого решения зависит, каким сосудом мы будем. И здесь уже уместно вспомните Федора Михайловича Достоевского, который говорит о том, что душа человеческая – это поле битвы добра со злом. Это была не дословная цитата, как вы понимаете, а пересказ. Соответственно, апостол Павел говорит, что же нужно делать христианину, чтобы стяжать вот этот вот сосуд золотой, серебряный для Духа Святого. «Юношеский, похоть и убегай, держись правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным и злобивым». Это для всех нас вообще призыв быть учительными, незлобивыми и приветливыми ко всем. Стараясь сохранять мир, помня о том, что добрый мир лучше хорошей войны. С кротостью наставлять противников, с кротостью. Это относится ко всем. Не только к нам, как к верующим людям, но и вообще в нашей повседневности слишком уж много стресса и негатива окружает нас сегодня в 21 веке. Переизбыток информации в наших головах, мы устаем от нее, мы стали больше раздражаться. Об этом тоже нужно помнить и снимать по максимуму наличие негатива, исходящего от нас к другим людям. Поэтому будем молиться, будем следовать советам апостола Павла, будем помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости, о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взяться в великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова